Каждый день работы начинаются с раннего утра, трудятся ударно, а потому постоянно слышится работа пилы и стук молотков. Но местные жители на временные неудобства не в обиде. Этому дому на улице Ольгинской более 60 лет все это время. На крыше только дыры латали. Крыша была как решета. Даже стропила одна была гнилая. То есть в любой момент она могла просто упасть с крыши, просто рухнуть. Заливал на ней один раз квартиры. Мы ждем эту крышу. Все ждут. Поэтому вот этот шум, это все уходит на дальний план. Работы начались месяц назад и по заверению представителей подрядной организации закончатся через две недели. Общая площадь нового покрытия составит более 550 квадратных метров. Выполнены работы по замене стропильной системы полностью 100%. Осталось выполнить работы, как видно, по замене самого покрытия. То есть мы кладем металлический фальцевый лист и утепление чердачного помещения. Ну и по мелочи подшив карнизов, выведение фановых труб на улицу. Возведение кровли финансируется из фонда капитального ремонта Московской области. Бюджет порядка трех миллионов рублей. За качеством работы следят всем миром. Подрядчик учитывает пожелания, претензии. И старший поддом здесь активная женщина Надежда Санна. И мои замечания. Также этот объект находится под контролем государства бюджетного учреждения стройконтроль. Также сюда инспектор приезжает. Реконструкция должна была начаться на пару лет раньше. Но различные проволочки, а потом и пандемии внесли свои коррективы. Жители же считают, что этот ремонт был бы невозможен без помощи депутата. Вот хорошо, что на свете есть такие люди, как Гаджи Мурат Магомедович, которые тебя поймут, поддержат и будут решать вместе с тобой вот эти вот все проблемы. Человек необыкновенный. Он не только нас, он все дома поддержал, решает проблему каждого дома, каждого человека. Хотя одной головной болью станет меньше, проблем у жителей старого дома хватает. Но они уверены, что диалог с властью и помощь депутата помогут решить и их. Максим Козлов, Александр Логинов, Евгений Садовский. Видное ТВ.